Всем привет! С вами снова Atlantis и сегодня ваш внимание хочу представить очередную распаковочку, очередные свои посылочки, пришедшие очередной раз с интернет-магазина AliExpress. Что-то здесь, с этой стороны, посмотрим. Модули пришли. Модули... две штуки было, да? Ну ладно, прикольно. Давайте вскроем. Посмотрим. Я уже не помню, сколько штуков было. Как-то он странно загнут. Давайте, что за модуль? Что это такое? Пишем в комментариях. Ладно, это, конечно, датчик Holo. Их два модуля. Проверять сейчас я их, конечно, не буду. Как-то странненько припаян в сторону. Здесь диоды. Выглядит неплохо. Есть какие-то заляпывания, но кофе. Датчик Holo, если кто не знает, это магнитный датчик, реагирует на магнитное поле. То есть это, скажем так, более компактные, современные версии геракона. Используется в любой технике, где нужно определить то или иное состояние устройства без какого-нибудь физического нажатия. Например, используется в тех же ноутбуках при открытии крышки. Если, например, вы в настройках не выключаете, отключать дисплей или вводить ноутбук в спящий режим при закрытии крышки, то будет срабатывать до чехола на магнит в самом ноутбуке и активировать там отключение ноутбука. Также в некоторых бесколлекторных движках стоит, что в основном раньше стояло в флопе дисководах бесколлекторных движках. Там стоят датчики Holo и так далее и тому подобное. Много где применяется. Да, что говорите, в том же, например, айфоне стоят тоже датчики Holo. Конечно, не такие. То есть не знаю, как значит айфоны. В айпадах, хотел сказать, стоят датчики Holo. Когда вы покупаете фирменный чехол на магнитах, когда вы его закрываете, у вас дисплей айпада гаснет, открываете, загорается. Вот такая же фигня вам позволяет это делать. И да хрена еще где. Ну ладно, здесь у нас уже четыре контакта, а не три. То есть здесь у нас не просто мы можем это проверить. То есть не просто плюс, минус и сигнальный. Тут еще этот, не помню даже, что за контакт. Блин, ну ладно, не важно. Потом будем проверять, посмотрим. Но это уже по большей части для Ардуино, для программирования нужен контакт лишний. А так можно и от трех контактов, если не ошибаюсь, это запустить. Ну, точнее от двух даже. Третий тупо сигнальный пустить, наверное, что-нибудь на какую-нибудь релюшку. Ну, это мы все сделаем. Но на этом пока что все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Субтитры сделал DimaTorzok